В Одессе два часа дня. Вы смотрите новости на седьмом канале. И в студии с вами Галина Выговская. Здравствуйте. Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего жителя Измаила. Его подозревают в контрабанде и незаконном обращении с оружием. Как сообщили в ведомстве, мужчина приобрел оружие в Болгарии, когда работал на судне. Там моряк купил 10 короткоствольных самозарядных пистолетов за раки. Оружие он прятал на борту корабля для дальнейшей продажи в Украине. Общая стоимость изъятых пистолетов и патронов составила 40 тысяч гривен. В Одесской области с 15 по 17 августа продержится чрезвычайный уровень пожароопасности 5 класса. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. За сутки произошло 19 возгораний в природных экосистемах на общей площади в 8 гектаров. В связи с этим одесситов просят не сжечь костры, сухую траву и мусор. А также не бросать горящие окурки и спички. Сообщать о возгораниях в лесах, посадках и на открытых территориях нужно по телефону 101. Пикет возле здания нацполиции намерены провести одесские активисты уже завтра. Об этом на брифинге сообщили общественники, на которых в разное время были совершены нападения. Тем временем Григорий Казма, на которого совершили покушение в начале августа, заявил об усилении мер безопасности, вплоть до стрельбы в случае потенциальной угрозы. Я абсолютно открыто заявлял и заявляю, что отныне я буду стрелять на поражение при любом подозрительном случае в отношении меня или членов моей семьи. Также, скорее всего, я привлеку разных друзей или неравнодушных людей, у которых есть время сопровождать меня или моих членов семьи, или моих друзей в моих поездках. За год более полумиллиона одесситов воспользовались услугой электронной очереди в детскую поликлинику в Киевском районе. Но нововведения не всем по душе. Много горожан, предварительно записавшись, не приходят, что мешает попасть на прием докторам другим пациентам. Также есть и те, кто приходят без предварительной регистрации. Я, конечно, все надеюсь на изменение некого мышления у людей, потому что когда есть хорошая услуга, специально разработана для них, ей не воспользоваться или воспользоваться совершенно неверно, что это все изменится. Потому что я себя очень слабо представляю, чтобы человек, например, пришел в админуслуги, ему назначено на 14.45, а он пришел, к примеру, в час дня. Видео выступления краснокнижного бурого медведя в Одесском цирке, где животное перестало слушаться дрессировщика, вызвало возмущение золозащитников и подозрение государственной экоинспекции. Сегодня состоялась встреча с администрацией цирка и гастролирующими артистами. Я гражданин Беларуси, я приехал по контракту. Покажите мне закон, который работает. Если бы ваш закон работал, я бы сюда не заехал бы. Вы согласны со мной? Меня пропустила граница. Одна граница пропустила, меня пропустила вторая граница. У меня с документами, с Минприроднадзором все в норме. Зоозащитники, в свою очередь, заявляют, что артисты и администрация цирка нарушают закон о Красной книге Украины, который запрещает эксплуатировать занесенных туда животных и требует проверку. Подробности смотрите в следующем выпуске новостей. И пока это вся информация. Больше новостей смотрите в следующем выпуске в 16.00. Не пропустите, будет интересно. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова